Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня в обещании Слова Божия мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Иоанна на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 16 главу. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам, Сие, для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Видим, что здесь Христос завершает, вообще, если рассматривать 15, как мы с вами рассмотрели 15 предыдущую главу, теперь приступили к 16, в общем-то, если бы не было у нас такое деление рассмотрения именно по главам, то можно было бы рассматривать всю эту речь Христа до 11 стиха 16 главы. Она как бы здесь продолжается. Мы помним, что Христос предупреждает своих учеников о гонениях, и далее продолжает эту тему, что изгонят вас, и будут гнать, и наступят времена, что люди, даже которые, когда убивают будут вас, думать будут тем, что они служат Богу. Но, действительно, здесь сказано о том, что и синагог изгонят, и иудеи будут убивать. Мы знаем, что эти гонения, они и были. Но были гонения не только от иудеев, но и от язычников. Были гонения, и не только были, но и сейчас есть. Мы с вами помним, что происходило в Сирии. То есть, когда люди, просто, например, мусульмане, убивали христиан, и тем самым они думали, вот радикально это исламское, так называемое, государство, ее последователи, сторонники, они думали, что этим они служат Богу. Они так и писали на своем знамени, убей неверного. И язычники в Римской империи также убивали христиан, просто потому, что, за то, что они называли себя христианами. То есть, они так и спрашивали, ты христианин, если человек говорил, я христианин, его за это убивали. Иудеи также в древние времена говорили, ты христианин, христианин, тоже убивали. Мусульмане говорили, ты христианин, христианин, тоже убивали. И Христос указывает на причину, почему происходит это убийство, уничтожение христиан только лишь за одно имя, что они называют себя христианами. Ответ содержится в третьем стихе. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Снова подчеркивается эта тема. Помните 15 главу. Везде не познали ни меня, ни отца, ни меня, ни отца. Поэтому все те, кто говорят, что мы верим в единого Бога, но ненавидим христиан, Христос им отвечает. Вы не познали ни отца, то есть вы не знаете Бога, которому вы служите, ни меня. Это тема красной нитью. Заметьте, добросовестный исследователь. И он это даже при чтении, даже просто при внимательном чтении, это заметно, что Христос говорит о единстве себя и Бога Отца. Но теперь иду к пославшему меня. Он уже предупреждает своих учеников, что скоро он от них уйдет. Но предупреждает о всех скорбях. Почему? Потому что есть такая очень хорошая пословица. Предупрежден, значит вооружен. То есть чем должны быть вооружены ученики терпением? Для них это не должно быть неожиданностью. Потому что Христос, будучи Богом, он знает все наперед, что ожидает христиан. И для того, чтобы для них это не было какой-то такой трагедией, что вот нас должны любить, потому что мы христиане, а нас тут вдруг возненавидели. Это очень хорошее предостережение сегодня современным христианам, нам с вами. Чтобы для нас не было удивлением, что вдруг в какой-то момент нас будут ненавидеть и даже убивать. И это будет. Я даже думаю, ну это на мой взгляд, что слишком затянулось это время, такого благополучия христиан на земле. Уже затянулось. Если посмотреть историю человечества, гонения на христианство и на церковь, то это уже большой промежуток времени в истории человечества, когда нет никаких гонений и притеснений. Но я истину говорю вам. Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, о правде и о суде. Через кого обличит? Через тех, о ком говорил Господь Иисус Христос в 15 главе. Не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть через своих учеников. Мы помним, что древние ученики, апостолы, 12 апостолов, 70 апостолов, другие, и они шли по всему миру и проповедовали, что? Они проповедовали правду, обличит мир во грехе. Что значит во грехе? Они говорили, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное, подобное Иоанна Крестителю, и о суде. И говорили о том, что будет страшный суд, и он действительно будет, который разделит и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. О правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. Здесь он предупреждает своих учеников, что он скоро их покинет, для того, чтобы не было для них этой неожиданностью. О суде, что князь мира уже осужден. То есть дьявол. Он осужден. Когда он стал осужден? Тогда, когда он отпал от Бога. Еще в начале, перед началом человеческой истории, Господь уже его осудил. В книге пророка Изекиля, в этом, в 28 главе, говорится очень понятно. Ты был деницей зари. Ты был деницей зари. Но от красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость свою. Он не спал. И стал осужден. Из книги Откровения мы знаем, что с ним не спала 1 треть часть ангелов Божих. Они соблазнились ложью отца лжи, ложью сатаны, и приняли для себя вот такую участь вечного осуждения. Поэтому Христос здесь и говорит о правде, о суде, что князь мира осужден. Еще многое имеют сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Очень важно здесь подчеркнуть Христос. Зачем придет Дух-Утешитель? Чтобы наставить на всякую истину. То есть ученики пока еще не могут вместить всего, что может им сказать Христос. Потому как они еще не просвещены Святым Духом. Не настал еще День Пятидесятницы. И он это как бы подчеркивает. Когда же придет Он, Дух, продолжает эту тему, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Видим снова это единство. Сначала Христос говорил в 15 главе о единстве Отца и Его как Сына. Теперь Он говорит о единстве Духа Святого и Отца. Что все, что Дух Святой слышал от Отца, возвестит вам и напомнит вам и утвердит истину. И все, что слышали от Меня, Он это утвердит. Христос здесь говорит о единстве во Святой Троице. О этой гармонии, если хотите, во Святой Троице. Это то, чего Господь желает и нам в Церкви Своей. Единство, исповедание веры в любви. Смотрите, когда мы с вами приступаем к Святой Евхаристии, начинаем петь, идет Евхаристический канон за Божественной Литургией, и мы начинаем с вами петь символ веры, то есть исповедание нашей веры. Но перед тем, как мы начинаем воспевать исповедание нашей веры, символ веры, Никео Цареградский, мы с вами слышим возглас священника. Возлюбим друг друга, да единомыслим, исповедуем. И дальше мы, что Клиру споет? Отца и Сына, Святаго Духа, Троице единосущную и нераздельную. Видите, невозможно без любви к Богу, без правильного исповедания, соединение с Богом. Поэтому перед Евхаристией, чтобы соединиться с Богом, правильное исповедание, это и есть выражение любви к Богу. Об этом я еще скажу дальше в других главах, которые более конкретно говорят об этом. Вернее, даже из слов, не глава, а слова Христа, прямая речь Христа, записанная в главах, где Христос более конкретно говорит об этом. Итак, еще много имею сказать вам, но его не можете теперь вместить. «Когда же придет он, Дух утешитель, то он оставит нас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Видите, единение Духа с Отцом, единение Духом со Христом. Здесь раскрывается вся полнота Святой Троицы. «Ее не могут воспринять эту полноту только люди неверующие». Верующий человек, конечно, тоже не может воспринять всей полноты, но стремление к восприятию этой полноты – это и есть весь смысл жизни православного христианина, который называется одним словом – обожение. «А это обожение может происходить только в этом правильном исповедании веры, любови растворенной». «Все, что имеет Отец, есть мое, потому что я сказал, что Он от моего возьмет и возвестит вам». Видите? «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к концу». Что это значит? «Увидите меня, не увидите меня». Это дело в том, мы с вами это знаем из евангельской истории, что означают эти слова. Дело в том, что Христос, когда Он воскреснет, какое-то время они, ученики, не увидят Его, они как бы потеряют Его, а потеряв Христа, они окажутся в состоянии каком? Растерянности и рассеянности. Они убегут, запрутся ради страха иудейского в горнице, будет некая такая внутренняя паника, которая будет выражаться в их внешнем поведении. Но через некоторое время они увидят Христа. Он будет им являться на протяжении сорока дней, наставляя их, говоря им о Царстве Божьем. Но также эти слова относятся ко второму пришествию Христа. «Вскоре не увидите». А почему сказано «вскоре», если ко второму пришествию? Ну, для Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Бог, Он не во времени, поэтому для Него все скоро. Все, что было вчера, распятие, воскресенье, для Бога это как будто было совсем недавно. Поэтому Господь говорит «скоро». Итак, тут некоторые из учеников Его сказали, один другому. Что это Он говорит «вскоре увидеть», «не увидеть», «видеть», они тоже задаются этим вопросом. «Опять вскоре увидите Меня», «я иду к Отцу». Итак, они говорили, что это говорит Он вскоре, не знаем, что говорит. «Иисус Румзумев, что хотят спросить Его, сказал им, о том ли спрашиваете вы, один друг друга, что Я сказал «вскоре не увидите Меня», и опять вскоре увидите Меня». «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете, возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Здесь Он говорит о воскресении из мертвых, приводя вот этот образ рождения. «Действительно, в мире, как Он говорит, муж, будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Как женщина, когда носит плод человека в своем чреве, то она тоже терпит скорби. Да, и люди, которые семейные, они знают, насколько жены, им плохо, и тошнит, и токсикоз, и прочие вещи. Действительно, проходит какой-то период такой жизни, но скорбей. Но когда родит уже, и боль рождения, и мухи рождения, но когда родит, то уже радость, и она уже не помнит прежней скорби. Так и мы. Когда воскреснем и соединимся со Христом, дай Бог, то не будем помнить всех тех притеснений, которые будут, и всех тех наветов и нападок, которые были на нас, всех скорбей, которые сопровождали нас в течение всей жизни. Поэтому Христос приводит этот образ. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радость вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое даст вам. Видите? Он здесь открывает имя свое. Помните, где и когда Господь открыл свое имя? В книге Исход. Да. В книге Исход. В третьей главе, в 14 стихе. Когда Моисей спросил Господи, как тебе имя, чтобы идти для того, чтобы народ израильский вывести из Египта, то он сказал, я есмь тот, кто я есмь. А теперь Христос, открываем тым свое имя и говорит, все, что вы не попросите, во имя мое. Каково имя его? Спасителя нашего Иисус Христос. Что означает это имя? Ишуа. Что означает? Христос, Спаситель и Мессия. Все, что не попросите во имя мое, то есть меня, Спасителя и Мессии, даст вам Отец. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Видите? Подчеркивает опять, во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До сели я говорю вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. Почему Христос говорил притчами? Притча – это такое иносказание. Для того, чтобы то, что вот надо разъяснить что-то на пальцах, то есть вот раз, вот первый, второй, третий, чтобы было намного, насколько это возможно, проще. Но теперь, говорит Христос, когда вы достигнете освящения Святым Духом и когда достигнете Царствия Божия, вам притчи уже не нужны будут. И не надо будет, и уже спрашивать ничего не будет надо. Он говорит, и уже ни о чем не спросите меня. Почему? А не надо уже ничего спрашивать. Потому что вот даже вот этот самый, что сейчас нас разделяет? Нас разделяет языковой барьер. Потому что мы не знаем, о чем человек думает. Мы не знаем, что у человека внутри. В Царстве Божьем некоторые отцы пишут об этом. Например, Сидор Пилосиот. Говорит, что в Царстве Божьем, ну, во-первых, говорит о том, что мы забудем. Вот очень важный вопрос там поднимает, что а как же так? Вот мы, например, будем смотреть, как мучаются наши родственники в аду. Нет, в Царстве Божьем мы забудем о неверующих родственников. Это милость Божья, что мы не будем на них смотреть, как в некоторых религиях есть. Например, в исламской догматике, кстати, есть, что грешники мучаются в аду. Нет, нас такое злорадство не будет радовать в раю. Мы забудем. Сидор Пилосиот пишет о том святой, что мы забудем неверующих родственников. А потом, почему нам не нужно будет что-то у кого-то спрашивать, потому что все будет, как бы он, опять же, пишет, на... То есть, вот как сегодня люди близкие по духу говорят, человек меня понимает с полуслова. И даже говорить ничего не надо. Только посмотрел, он уже все понял, что надо сделать. Вот это вот единодушие и понимание в любви во Христе, оно будет и в Царстве Божьем. Там не нужен будет вот этот уже культурологический, языковой барьер. Люди будут как бы понимать вот, ну вот на расстоянии мысли, что ли, ну вот что-то такое вот по духу очень близкие. Потому что там будут объединены все одним духом. каким духом любви. Да, вот интересно, если хотите, пример, такой ассоциации. Видите, здесь такая молодежная, сейчас, в связи с этими пандемиями, а так каждый год они делают международные лагеря, там, из Север, из Болгарии приезжают люди из разных других православных таких вот стран. Да, они занимаются спортом, они такие патриоты, верующие. И вот я однажды заметил, как один, значит, девушка из Болгарии и молодой человек из Белоруссии, они сидят вместе, не тот языка русского не знает, она не знает его языка, он не знает, но они сидят, что-то улыбаются, что-то друг другу рассказывают. Потом я через переводчика, а у белоруса это спросил, говорю, слушай, как вы общались? Он говорит, я даже не знаю. Они просто, они любили друг друга, поэтому даже язык там особо не нужен был. Они как-то разговаривали, все, друг другу понимали, сидят, что-то смеются, друг другу показывают, на пальцах что-то разъясняют. То есть язык любви, в общем-то, нуждается в каких-то больших долгих объяснениях. Итак, до ныне вы ничего не просили во имя мое. До сели я говорил вам притчами, как мы прочитали, в тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить отца о вас. Ибо сам отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Видите? Везде подчеркивается эта мысль, что отец любит вас, потому что вы возлюбили меня. То есть единение отца и сына. Я и шел от отца и пришел в мир, и опять оставляю мир, и иду к отцу. Ученики его сказали им, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел. Здесь немного ученики опережают те события, о чем мы говорили выше. Они говорят, вот теперь понятно. Ну, не совсем было и все и понятно. Видно, что, ну вот, что якобы, что-то они, конечно, поняли. Из слов Христа нельзя сказать. Но пока еще, снова повторю, не было просвещения их Духом Святым, не было еще Дня Пятьдесятницы. Иисус отвечал им, теперь веруете, видите, он у них спрашивает с некой иронией, что дает нам повод, и отцы церкви как раз говорят о том, что это было их такое вот. Ну, вот теперь все понимаем. Как часто, когда, например, мать говорит своему там сыну или дочери, понимая, вот надо там обязательно, когда ты идешь в школу, взять портфель, там помыть руки, а часто ребенок, он так нервничает, говорит, ты мне это говоришь каждый день, я уже понял, я уже это слышу сто раз от тебя, сколько можно повторять одно и то же, все, я слышал, да понял, слышу, понял. Но мы видим, что слышит, понял, но делает так, не делает так, как ему говорит мать. Так и Христос здесь, как бы ученики говорят, мы поняли, все понятно, теперь не причем говоришь. Поэтому Христос так с иронией говорит и отвечал им, Иисус отвечал им, теперь веруете. То есть, а уже все поняли, все разумели. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону и меня оставите одного. Видите? Нам так, немножко охлаждает их такой вот понимательный пыл, что теперь они все понимают, что там, с ним вер знаем, храм ходим, исповедь, причащаемся, что здесь непонятного? Все понятно, уже спасение. спасение достигли. И Христос, как бы к нам обращается, теперь веруете. И теперь охлаждает их пыл и говорит, но я не один, потому что Отец со мной. Все я сказал, я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Так Христос подготавливает своих учеников, подготавливает их к скорбям, подготавливает их к принятию Святого Духа, которого называют утешителем, говорит им о Царстве Божьем, о единении Отца, то есть себя из Отца и Сына, двух ипостасей, и учеников своих предупреждает и нас с вами, что мы будем так или иначе, эти скорбные дни, рано или поздно, чтобы это не было для нас какой-то неожиданностью, они придут. Но, говорит, мужайтесь, я победил мир. Очень важное предупреждение Христа для нас с вами, братья и сестры. Снова повторю, это хорошая пословица. Предупрежден, значит вооружен. Для нас главное оружие это терпение и любовь к Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok